Дарья Сударева В Димитровграде Центр медицинской радиологии принял первых пациентов Ульяновская спортсменка Инна Тражукова завоевала золото чемпионата мира по борьбе В финале она разгромила соперницу из Украины 13-0 Сегодня спортсменка вернулась на малую родину В аэропорту ее встретили родители, родные, друзья, коллеги Нашей съемочной группе удалось пообщаться с Инной 13.00 по местному времени В зоне ожидания аэропорта имени Карамзина в Ульяновске оживленно Вот-вот приземлится самолет, на борту которого наша землячка Уже чемпионка мира по борьбе Инна Тражукова Такой титул женской борьбе – первый случай в истории регионального спорта Спустя несколько минут появляется и сама 29-летняя спортсменка Эмоции до сих пор зашкаливают Конечно, тяжело, ну как тяжело, в то же время и приятно Но с этим как бы уже все планка поднята И опускать уже нельзя Да, первая чемпионка Но борьба женская у нас только развивается в Ульяновской области и вообще в России Я думаю, что это начало и у нас есть будущее В общем, все наши тренеры, наши федерации стараются, чтобы женская борьба развивалась Напомним, чемпионат мира проходил в Казахстане с 14 по 22 сентября Тражукова сначала одержала победу над Кореянкой После поборола спортсменку из Казахстана В полуфинале девушка превзошла действующую чемпионку Европы из Азербайджана А в финале со счетом 13-0 сокрушила свою соперницу из Украины Финальная схватка – это последний шаг Но тяжелее, наверное, было полуфинал Потому что и соперница самая титулованная, можно сказать А в финале тяжелее психологические Потому что ты в шаге от победы Или ты чемпионка, или ты можешь не выйти на ковер И у тебя второе место Инна призналась нашей съемочной группе, что первые несколько дней даст себе отдохнуть И с радостью будет принимать поздравления А рядом будут самые близкие и родные люди Я всегда ее поддерживала Не знаю почему Это, конечно, не женский вид спорта Но всегда поддерживала Но на этот раз я не могу смотреть, как она борется Всегда так вот Я выхожу Я на этот раз тоже вышла Как уж потом она начала побеждать Я потом только зашла Я не могу смотреть После передышки спортсменка обещает вновь вернуться к тренировкам И начать готовиться к Олимпийским играм Которые пройдут в Токио в 2020 году Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости, Улправды ТВ Губернатор Сергей Морозов поручил начать отопительный сезон раньше срока Опуски тепла с сегодняшнего дня глава региона объявил на аппаратном совещании Он отметил, что на улице стоит некомфортная погода, дует холодный ветер Температура ночью будет опускаться до минус 3 градусов по Цельсию Днем до плюс 8 В связи с этим губернатор дал оказание начать отопительный сезон раньше 500 учреждений социальной сферы заявки уже подали на пуск тепла Ресурсоснабжающая организация к подаче тепловой энергии готова Сейчас в круглосуточном режиме организовано дежурство как на учреждениях социальной сферы И, соответственно, ресурсно-снабжающая организация работает в круглосуточном режиме по вопросу подачи тепла в учреждениях социальной сферы. 20 сентября смело можно назвать историческим событием в масштабах не только Ульяновской области, но и России в целом. Неделю назад на встрече с президентом Владимиром Путином глава ФМБА России Владимир Уйба заявил о готовности принять первых пациентов. Димитровград буквально замер от неожиданности. Слухи, домыслы и критика постоянно сопровождали строительство объекта не просто федерального значения, а мирового масштаба. За первыми днями работы центра понаблюдали наши коллеги из Димитровграда. Эти кадры уже смело можно назвать историческими. Весной 2011 года на территории в 30 гектаров началась заливка основания уникального медицинского учреждения. ФВЦМР даже на макете тогда выглядел впечатляюще. Целый комплекс зданий 105 тысяч квадратных метров постепенно росли в самом сердце Ульяновской области. Контроль за процессом осуществлялся на всех вертикалях власти. Президент страны, ФМБА России, губернатор Ульяновской области, организации по разного рода надзору. Важность и значимость объекта сложно было переоценить. В октябре 2016 года установили уникальный циклотрон – важнейший элемент гигантского технологического комплекса протонной терапии. Тогда же впервые заговорили о ФВЦМР как о чем-то не просто реальном, а почти свершившемся. В 2018 году в центре произвели техническую передачу процедурной гантри. Специалисты бельгийской фирмы IBA опробовали протонный пучок, который будет лечить до 1200 онкобольных пациентов в год на специальной пленке. И вот 20 сентября 2019-го. Федеральный высокотехнологичный центр медицинской кардиологии принял первых пациентов, которые пройдут лечение в рамках клинических апробаций методов протонной терапии. Это 8 человек, которые были отобраны в соответствии с критериями, указанными в протоколах клинических апробаций, утверденном Министерством здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время утвердены протоколы клинических апробаций для четырех видов. Это вторичные опухоли головы, опухоли печени, опухоли предстательной железы и опухоли глаза. Большинство первых пациентов в ВЦМР Димитровградцы направление в центр получили от онколога в клинической больнице номер 172 ФМБА России. По этическим соображениям мы не будем показывать их лиц. Диагноз «онкология» мало кого располагает к общению с прессой. Наталья узнала о том, что больна в апреле. Вообще был диагноз у меня с легким. Поставили диагноз, сделали операцию в городе Казани. Потом поставили на учет здесь, в онкологии. А потом у меня метастазирование пошло в головной мозг. А это уже кабинет топометрической подготовки. Здесь каждому пациенту изготавливается индивидуальный фиксирующий матрас. Человека для максимального комфорта накрывают согревающим одеялом и обучают специальной технике дыхания. Не дышать. Видите, как бы следующая задержка дыхания, она дотыхивает. Процедура определения отпуска дозы перед облучением занимает в сумме в среднем 2-3 минуты. Обучение проходит гораздо дольше. Дышите. Димитровградка Валентина Ивановна довольно быстро обучилась правильному дыханию. Онкологический диагноз ей поставили в январе. Сейчас у женщины метастазы в печени. Я делала операцию в Казани. Потом приехала здесь, в Ульяновске, делала химию. А сейчас хожу сюда, в этот центр. Этот центр для меня. Какая-то ниточка, чтобы, возможно, буду жить. Надежда, что буду жить. Эти слова нам в этот день говорили все пациенты ФВЦМР. Эти же слова мы услышали от работников уникального медучреждения. Во второй по величине город Ульяновской области приехали одни из лучших специалистов этой отрасли из разных уголков России. Что для нас значит этот день, я бы сказал, что это не только для нас первый день. Это первый день вообще для России в целом. Потому что аналогичного нет ничего не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Сооружений, медицинских учреждений вот такого уровня, таких масштабов. ФВЦМР это, наверное, в какой-то степени в будущем будет одним из градообразующих. В заведении Димитровграда. Наталья Васильева, Виталий Немов, Анжелика Боровинок. Димград-24. Специально для Улправда ТВ. На новом месте. Ярмарку в Засвияжье посетили 10 тысяч ульяновцев. Сельскохозяйственная ярмарка – это отличная возможность для аграриев реализовать свою продукцию, а для жителей купить натуральное по приемлемым ценам. Сезон осенней торговли в этом году начался раньше. Спрос на продукты большой. Лучшие фермеры Ульяновской области съезжаются на уже традиционную сельскохозяйственную ярмарку, которая проходит еженедельно в разных уголках региона. На этот раз торговля развернулась в новом месте в Засвияжском районе Ульяновска на улице Полбина. По подсчетам специалистов Министерства агропромышленного комплекса, торговлю посетили около 10 тысяч ульяновцев. В приоритете – овощи, мясо, мед, молочные продукты. Перед началом ярмарки вся продукция прошла обязательный ветеринарный контроль. На некоторые продукты питания цены ниже рекомендуемых. Так, например, вот картофель от 8 до 10 рублей за килограмм. Мы рекомендовали на уровне 10 рублей. Поэтому цены приемлемы. Кооператоры, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств стараются привезти на ярмарку все самое лучшее. Ведь от первого впечатления покупателей зависит дальнейшая успешная торговля. Мы не имеем собственных магазинов и используем только в основном ярмарке. Ярмарки нам нравятся. Пока у них один приведение, все нормально, все устраивает. Наши продукции пользуются спросом, а мы давно на рынке. Для покупателей работали волонтеры, социальные такси, площадки здоровья. Общая прибыль субботней торговли составила 9,5 миллионов рублей. Следующая ярмарка пройдет 28 сентября в Димитровграде на площади Советов. Своё безопаснее. Согласно майским указам президента, в органах государственной власти во всей страны должна расти доля закупок отечественного программного обеспечения. Ульяновская область в этом направлении в числе лидеров. Более 30 отечественных государственных информационных систем. Органы государственной власти Ульяновской области переходят на российские разработки в сфере информационных технологий. Такая работа позволяет исполнить один из майских указов президента. Согласно НЕМУ, в 2019 году доля закупаемого программного обеспечения отечественного происхождения должна достигать 60%. В будущем году софт российского производства должен сместить импортный на 70%. Ульяновская область указ исполняет и даже идет на опережение. У нас используется система электронного документа оборота. Практически все системы связаны с финансовым учетом, бухгалтерским учетом. Все системы информационно-справочные. Разумеется, все системы, которые относятся к защите информации, криптографии, антивирусов. Это касается и офисного обеспечения. Сейчас министерство и ведомство готовятся отказаться от продуктов Microsoft Office. Работать с документами в госструктурах будут через программы, созданные российскими IT-компаниями. Отечественный аналог также появился в шрифтах, с помощью которых и создаются документы на компьютерах. Внедрили шрифт российского происхождения. Он называется Paratype Astra Schrift. Сейчас им пользуются на обязательной основе все исполнительные органы власти Ульяновской области. Приобщаются также и органы местного самоуправления. Одними из первых в Ульяновской области переходить на продукт отечественного производства в информационно-коммуникационных технологиях стали в Министерстве агропромышленного комплекса и развитии сельских территорий. Их успехи отметили на IT-форуме, который на днях прошел в Белгороде. Софт, который мы использовали, это отечественная разработка операционной системы Astralinux. Конкретно был релиз в Смоленске. Это сертифицированная операционная система, рассчитанная именно на работу с государственными информационными системами. Сейчас 80% компьютеров министерства переведены на отечественную операционку. В отличие от того же Windows, она дешевле в цене и имеет техническую поддержку на русском языке. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. В национальном проекте повышения производительности труда и поддержка занятости на данный момент участвуют 11 регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. До 2025 года федеральный бюджет выделит им на реализацию нацпроекта больше 2,5 миллиардов рублей. Главная цель проекта – рост эффективности предприятий, снятие лишних административных барьеров и развитие экспорта. Для выполнения задач предусмотрено обучение, стажировка управленческих кадров, создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости. В Ульяновске подвели итоги недели национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В мероприятии приняли участие члены правительства региона, общественники и представители бизнес-сообщества. Главная цель проекта – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год. Задача была поставлена таким образом, чтобы посмотреть, что уже сейчас на наших промышленных предприятиях сделано в части повышения производительности труда. У многих предприятий, такие как «Авиастар», «Автозавод», «Моторный завод» уже большой накопленный опыт в этих работах, и поэтому нельзя его не изучить, а посмотреть, что можно взять и перенять для действия на других предприятиях. Напомним, что вся прошедшая неделя была посвящена национальному проекту. Всю неделю проходили конференции, круглые столы, прошла серия выездов на предприятия, внедряющих элементы бережливого производства. Для жителей области прошли ярмарки вакансий. Прошла целая серия ярмарок вакансий. 18 числа это традиционно были ярмарки вакансий в муниципальных образованиях. И, подводя итог этой недели, мы можем сказать, что 77 работодателей приняло в них участие, и порядка 487 человек обратилось как соискателей для поиска работы. Это в районах. Оперативно было устроено, то есть в этот же день было устроено в муниципалитетах 6 человек. Две с половиной тысячи человек искали приемлемые для себя вакансии. Надо сказать, что на подобных ярмарках ищут работу не только те, кто ее не имеет, но и те, кто хочет найти место получше. Ведь порядка 200 работодателей предлагали сотни вакансий. Постоянно растущая промышленность требует специалистов разного уровня. А обеспечить им комфортные условия работы и достойную заработную плату обещают работодатели. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. В Новоульяновске завершилось благоустройство дворовых территорий по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Всего в Ульяновской области капитально отремонтировано 82 двора и 24 общественных пространств. На эти цели предусмотрено 532 миллиона рублей. Наша съемочная группа осмотрела проделанную работу в Новоульяновске. Разбитые дороги и неухоженная детская площадка теперь в прошлом. Жители домов номер 35 и 35А по улице Волжской в Новоульяновске не нарадуются новому двору. С 1984 года площадку ни разу не ремонтировали. В этом году заасфальтировали дорогу, установили бордюры и детскую площадку. А главное, сделали уголок для жителей старшего поколения с лавочками и урнами. Дорогу сделали, площадки сделали, бордюры сделали, все сделали. По подъездам стояли, сидели каждый у себя, а сейчас весь дом собирается, общаемся всем домом. Так что нас очень хорошо, спасибо. Двор вошел в федеральный проект формирования комфортной городской среды. Все работы контролировали сами жители. Подрядчики устраняли недочеты в ходе ремонта. Нам поменяли трубы, нам поменяли несколько раз, сделали такой большой слив, сделали вот такие вот площадки, поставили скамейки. Нам уже дали краски, мы тут все покрасили очень много, работали все лето. Пока не сделали так, как хотели жители этого дома. Ремонт прошел и в других дворах Новоульяновска по улицам Ремесленная и Ульяновская. Заменили уличные светильники на новые энергосберегающие, а на часть тротуаров уложили брусчатку. На работы было выделено около 10 миллионов рублей. В Центре культуры «Восход» в воскресенье состоялся фестиваль армянской культуры. Вечер прошел с присущим этому народу весельем и национальным колоритом. Фестиваль армянской культуры в Димитровграде был приурочен к национальному празднику страны – Дню Независимости. В этом году он отмечается в 28-й раз. Во всем мире отмечают все армяне, в Армении и во всем мире. И мы здесь, в Димитровграде, на Меликесской земле, Димитровградской, отмечаем вот этот наш национальный праздник День Независимости Армении. На сцене восхода в этот день звучали стихи армянского народа – национальная музыка, песни, танцы. На сцену выходили как местные коллективы, так и приглашенные артисты. Глазем праздничного концерта стала танцевальная программа ансамбля армянского танца «Ван» из Ульяновска. Среди почетных гостей в этот вечер в восходе были представители других национально-культурных автономий, что в принципе совершенно неудивительно. Димитровград – город многонациональный, и все автономии тесно сотрудничают. Это люди огромной души, это мы как бы одной веры, православные. Нас объединяет интерес к культуре и вот то, что большое человеческое обаяние. Потому что праздник у армян – это всегда праздник не только их, но и всех нас, жителей нашего большого многонационального города. На сегодняшний день на территории Димитровграда, Меликецкого и Новомолоклинского районов проживает порядка 500 армянских семей. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Димград-24, специально для Уллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается прохладная погода, местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла. Ветер западный – 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин